Мы хотели поговорить по поводу того, как у тебя за это время, что изменяется в артистическом процессе. Волосы изменились, да. Но я как-то себя готовила давно к этому. У меня уже была такая стрижка, мне очень нравилось, и нравилась как-то она меня. Ну, не то, что выделяла, а как будто вот моя стрижка, и мне в ней комфортно. Я чувствую как-то в этом что-то стильное, своё. Мы же для участия в шоу «Ярче звёзд» сделали вот цвет, похожий на Полину, и подстриглись. Я уже тогда думала, что они подрастут, я их подрежу, ну, в себя превращусь. Поэтому и я вот это сделала. То есть это было правильно слышу про превращение в себя, возвращение в себя? О, как интересно. Пока вот мы работаем, параллельно происходят разные проекты, в которых я принимаю участие. Недавно я заменяла девушку в телепроекте «Три аккорда». Я пела на бэк-вокале с артистами, да, репетировала. Это был опыт работы с оркестром. Вау. Мне понравилось. Я смотрела на это всё, как вот на исследование, наблюдала за артистами, как они работают, как они вообще себя ведут. Для меня это был прям максимально такой заряженный день, наполненный. Мне понравилось. Я бы хотела ещё, наверное, поработать так. Но я думала о том, что я хочу стоять на этой сцене. В какой роли? В роли артиста. То есть в центральной роли? Да. Ты понимаешь, такое погружение в среду было? Да. Ты ещё больше убедилась в том, что тебе этого хочется? Да. Но я на них смотрела и видела в них, не знаю, этот огонь детский, похожий. То есть как они в это во всё вкладывались. Там были такие красивые постановки, номера. Я такое люблю. Я люблю процесс больше, чем результат. И вот этот процесс самый, наверное, вкусный для меня. Хочу тебе задать вопрос. Да. Вот ты сейчас мне это рассказываешь? Да. Что ты вот слышишь? Ну, какое-то волнение немножко. Есть ощущение, что ты очень внимательно смотришь на меня? Да? Да, когда об этом рассказываешь. Ага. И так прямо контролируешь как будто, как я реагирую. Угу. Не знаю. Это ничего? Нет. Хорошо. Ну, может, я так как-то неосознанно? Конечно. Конечно. Мы, может, с тобой всё смотрим, что неосознанно у нас происходит. Я поэтому тебе такие вопросы задаю. Угу. Ну, вот, и когда я сейчас об этом спрашиваю, есть ли что-то внутри, что отвлекается? Ну, да. Да? О чём? Ну, откликается то, что есть этот контроль почему-то. А как он ощущает от тела? Ну, как будто вот так вот. Ага. То есть я рассказываю о том, что для меня ценно. Да. Это меня вдохновляет, и при этом я контролирую. Держу. Сдерживаю. Да. Интересно. То есть есть часть, которая радуется. Да. Есть часть, которая, может быть, хочет поделиться. А есть ещё какая-то часть, которая оберегает. Да. Да. Да? Да. А почему так? Посмотрим. Интересно просто. Сделали несколько глотов до факультета. Ты уже схему знаешь. Наша сессия, она была немножечко уже ближе к творческой, потому что у Лины произошли определённые изменения. Я предложила поговорить об этом, об этих изменениях, и пронаблюдала очень любопытную реакцию. С одной стороны, Лине было чем похвастаться, было чем поделиться, какой радостью поделиться. И было видно, что Лина радуется. Но с другой стороны, каждое слово, которое звучало из её уст, оно сопровождалось таким напряжением и таким контролем в глазах, в теле, который очень ярко ощущался в воздухе. И, конечно же, я не могла об этом не спросить, и Лина заметила это напряжение. И за этим симптомом мы пошли, погрузились глубже, обнаружили связь с ещё одной очень значимой фигурой, с бабушкой, которая, вероятно, стала ролевой моделью, которая транслировала такой образ сдержанности, когда нужно меньше, возможно, рассказывать про себя, больше отдавать, больше слушать, больше воспринимать от других. Но здесь, конечно, Лина пояснит лучше. В детстве я очень много времени проводила с бабушкой, и я могу проследить вот эту схожесть поведения моего и поведения бабули, потому что у меня был яркий пример. Мне кажется, это как-то неосознанно могло произойти, но вот эта сдержанность и контроль точно исходит оттуда, что я не замечаю, что я что-то контролирую. Я просто как будто в безопасном мне проявлении. Это уже настолько со мной. Ну, конечно, хочется быть таким открытым, и чтобы это ощущалось на теле тоже, чтобы не только ты говоришь, что ты говоришь, а сам до конца как будто бы не выпускаешь то, что внутри у тебя, будто вот внутри всё равно держишь. И это не даёт всем чувствам выйти наружу. Я понимаю, что в моей жизни бывают такие моменты, когда у меня накапливается и усталость, и может быть и злость, и может просто какая-то обида, печаль, оно всё копится, и в какой-то момент может просто либо случиться истерика, и слёзы понятные, какая-то может просто выбесить мелочь. Вот, возможно, мне кажется, что это может быть из-за вот этой вот сдержанности какой-то. И хотелось бы с этим поработать, чтобы, ну, в принципе, как-то дышалось легче и расслабленнее, и не было как-то некомфортно за свои чувства, а чтобы ты вообще, ну, в первую очередь ощущал себя свободно, самим собой будучи. Мне как-то сложно подобрать слова, наверное, потому что и тема, о которой мы общались с Натальей, она была именно про вот эту сдержанность и сковность, которая есть в моём теле, в какие-то моменты включается такой человек-контроль, который думает, как нужно сказать правильно, красиво, аккуратно. Когда мы искали причину такого поведения, я уже знаю этот рецепт, но тело было не таким мягким, как обычно я его ощущала, то есть оно прям такое немного чёрствое через какие-то препятствия, через усилия мне давались эти образы и какие-то ощущения. Психотерапевтическая глубинная работа требует ресурса, поэтому не каждая из сессий идёт действительно в очень большую глубину, поднимает тяжёлые переживания, которые психике тоже нужно перерабатывать. То есть где-то мы исследуем территорию, смотрим, намечаем маршрут, обнаруживаем те или иные причинно-следственные связи и в этот раз Лина говорила об усталости во многом, об усталости, связанной с режимом сна, об усталости, связанной с огромным количеством дел, с необходимостью постоянно куда-то бежать что-то делать. Я услышала, что ты сказала про усталость, про состояние такое небодрое. Сейчас как-будто было полегче, утром не могла вообще встать, найти силы, встать, собраться. И у меня такое внутри чёткое понимание, что я не хочу, я хочу просыпаться, чтобы у меня были силы, не хочу такое чувствовать. Лечь пораньше, надо постараться в 22 уснуть или в 23 хотя бы. А на сколько ты начинаешь? Ой, ну мне кажется, вот оптимально это полвторого. Было бы, конечно, неплохо перестроить график. Будем следить за тем, насколько возможно будет это сделать и насколько другие Линины части будут готовы разрешить достаточное количество отдыха и, возможно, мы будем исследовать эту психотерапию тоже. И было любопытно пронаблюдать за тем, как с одной стороны Лина, которая хочется поделиться радостью, почему-то сдерживает себя, ограничивает и очень-очень внимательно наблюдает за моей реакцией, как будто бы, возможно, ожидает какого-то осуждения, какого-то обесценивания. Мы поисследовали эту тему, поисследовали её, конечно же, через тело, через образы и помогли Лине сохранить связь с бабушкой, при этом обретя свободу быть собой. Я могу говорить то, что я хочу. Слышать всё, что происходит вокруг, без необходимости сдерживаться, без необходимости переться с тобой. Ты моя бабушка, я твоя внучка. Так будет всегда. Я принимаю тот поток жизни, который течёт от тебя ко мне через плаку, с благодарностью, разрешаю себе быть свободной от твоих ожиданий. Психотерапевтическая работа помогает человеку психологически вырасти, научиться опираться на себя и быть свободным в принятии тех решений в жизни, которые он хочет принимать. Потому что по-хорошему никто в жизни не знает, как правильно, а как неправильно. Мы все экспериментируем. Все взрослые на самом деле дети. И те, кто громче всех кричат, что надо так, им просто очень сильно страшно, и они таким образом компенсируют этот страх. Но на самом деле, как правильно, никто не знает. Просто у кого-то получилось одним способом, у кого-то получилось другим способом. И единственное, что позволило тому, чтобы что-то получилось, это взятие ответственности. То есть я принял решение, и я несу ответственность за последствия. Что значит несу ответственность? Я готов разбираться с этими последствиями. До конца, до нужных мне результатов. Это не есть ответственность. Она не имеет ничего общего с виной. И, конечно же, когда мы освобождаем себя от необходимости вести себя определенным образом и берем в руки вот эту ответственность и опцию принимать те решения, которых мы хотим, которые для нас конгурентны, которые для нас естественны. Когда мы следуем своим импульсам, тогда у нас гораздо больше шансов не только стать реализованными, но самое главное — стать счастливыми. И, в общем, этим мы и занимаемся с Линой в работе, для того, чтобы появилась самоценность, появилось чувство уверенности, появилась вот эта внутренняя опора и право действовать так, как Лина считает нужным в достижении своих целей. Стало ли легче? Просто спокойно. На самом деле причин, по которым ты можешь контролировать реакцию окружающих на свои желания, их много. Мы сейчас просто с одной из них соприкоснулись, сняли какой-то слой и будем смотреть, как этот процесс будет на жизни отражаться. Очень будет интересно, как ты себя будешь чувствовать на протяжении недели, будет ли что-то меняться. Здорово было бы, если бы ты за этим наблюдала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...